Девушки отдыхают Этот монумент установлен в Анадыре, в память о революционном комиссаре, отличившемся в 20-е годы. Он заработал крупную сумму на продаже пушнины и бежал от белых гвардейцев. Проехав полмира, честный комиссар не потратил ни копейки народных денег, а вернул их в казну Советской России. В современном Анадыре еще и сегодня можно разыскать подтверждение правдивости этой истории. А в середине прошлого века красивая легенда легла в основу самого необычного фильма в советском кинематографе. В начале 60-х годов небольшая заметка в газете «Правда» о подвиге честного комиссара попадает на глаза молодому драматургу Виктору Рабиновичу. История вдохновляет его на создание героического сценария к художественному фильму. Постановку поручают молодому режиссеру Виталию Мельникову, который до этого много работал в документальном кино. Виталий Мельников родился в 1921 году в селе Мазаново Амурской области. Режиссер таких кинохитов, как «Семь невест» и «Фрейта Разбруева», «Здравствуй и прощай», «Ксения», «Любимая жена Федора», «Старший сын», «Женитьба», «Отпуск в сентябре». На свет появился 1 мая, и по словам родных, в момент рождения на улице грянуло «Ура» и зазвучали революционные гимны. Только благодаря протестам бабушки будущему режиссеру Мельникову не дали имя 1 мая. Мельников с радостью берется за новое задание. Однако предлагает другое жанровое решение. Ведь режиссер опасается, что очередной героико-революционный фильм не вызовет энтузиазма у публики. Просто чертели и нам, и нашим зрителям многочисленные революционные фильмы с бесконечными комиссарами, которые все наперед знают. Появилась уже определенная у народа ирония по отношению к святым революционным ценностям. Появились первые анекдоты о Чапаеве, об армянском радио. Это были уже не бытовые анекдоты, это были уже анекдоты с политическими намеками и достаточно, значит, и ядовитые, ироничные. Но по-настоящему хулиганский характер история приобрела, когда к сценарию подключили второго сценариста. Владимир Волуцкий родился в Москве в 1936 году. Автор сценария таких известных фильмов, как «Командир счастливой щуки», «Дознание пилота Пиркса», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мэри Поппинс, «До свидания», «Зимние лишни». Сценарии Волуцкого не раз подвергались жесткой критике. Но сам драматург говорит, что за долгие годы выработал боксерское чувство, бесчувствие к ударам. В 60-х Владимира Волуцкого со скандалом отчислили со сценарного факультета ВГИК. Вместе с товарищами, среди которых был и знаменитый драматург-диссидент Геннадий Шпаликов, Волуцкий пародировал заседание Политбюро. Кто-то говорил за Брежнева, кто-то за Ворошилова. И вот пленка с этой записью попала руководству института. Всю компанию выгнали не только из ВГИКа, но и из Комсомола. В Москве у Волуцкого работы не было, а в Ленинграде о его неблагонадежности ничего не знали. Так он оказался на Ленфиле. Руководители студии ожидали фильм о подвиге комиссара. Волуцкий же видел историю по-своему. Прощай, наш дорогой товарищ Алексей Михайлович Глазков. Проклятый Тиф сгубил тебя на пути к победе революции в краю северного сияния. Но вместо тебя, наш дорогой товарищ, в далекий Уигунан приедут новые борцы. И все равно, назло, суровым явлением природы, они построят там светлую жизнь. Здесь была возможность найти какой-то комический ход. Стоило только сделать героя чуть моложе и неопытнее. И сразу вся эта история приобретала совершенно другой оттенок. Люди, голода и холода. С нынешнего дня вы граждане свободной Чукотки. Теперь все ваше. И земля, и море, и фабрики, товарищи, тоже ваши. Революция привела к величайшему общественному сдвигу во всей истории России. Тем не менее, к середине 60-х октябрьский переворот и гражданская война перестали восприниматься как реальные события. Даже строго следившие за поддержанием революционного культа начальники, как будто купились на собственную вранью. Вместо сложного переплетения миллионов судеб, характеров и поступков, революцию представляли себе как примитивную борьбу черного с белым. А точнее, белого с красным. Потому-то никто и не ждал, что привычная, туповатая и серьезная картинка на этот раз уступит место залиховатской комедии. На самом отсталом участке идеологического фронта, на самом отсталом участке искусства чаще всего и происходит наиболее интересный прорыв. Штампы эти изменяются, переосмысляются, да еще и происходит выход в какое-то совершенно иное новое пространство. Авторам нужно было быть крайне осторожными. Малейший перегиб мог бы им стоить карьера. Попадая в сложные ситуации, главный герой действует интуитивно. Это и становится поводом для смешных сцен. Но несмотря на комичные повороты, комиссар всегда побеждает. История предоставила авторам много таких примеров, так что не пришлось кривить душой. Среди строителей коммунизма действительно выделялся типаж молодого мечтателя-идеалиста. Протест. Будучи со всеми правами начальником Чукотки и блюдя, заступаясь за вери на мне население, никаких самовольных действий. Как то, спаивание несознательной части граждан терпеть не могу. Прошу учесть во избежание международного конфликта. Во-первых, это молодой человек. А большевики это молодая партия. В 17-м году большинство младше 25 лет. Естественно, вот в этом огне гражданской войны, когда выбиваются опытные организаторы, члены партии, доверенные лица, случайный человек, если он предан этой идее, вот он может оказаться в этой точке. И начать действительно реализовывать политику вот этого вот коммунистического проекта, который тогда так увлекал людей. Сюжет постепенно обрастал все новыми подробностями. Диалоги становились афористичными, но исторический фон, тем не менее, в фильме абсолютно достоверен. Сценаристам и режиссеру пришлось тщательно изучить особенности становления советской власти на отдельно взятой заполярной территории. Для пущей достоверности к работе привлекли историков-консультантов. Авторы открывали для себя новые горизонты и чрезвычайно увлеклись этим исследованием. Это было очень интересно, потому что вся история чукотского народа, история возникновения, история по существу распада, перекрытие вообще границы и невозможность общения канадских чукчей с российскими чукчами, привело, в общем, к тому, что по существу род остался внутри себя. И уже обновления и свежей крови практически не было. Чукотки, как отдельные, вот как сейчас, республики, тогда не существовало. Это самое захолустье Камчатской губернии. Сама Камчатская губерния – это самое захолустье России. Там хозяйничают браконьеры. То есть не контрабандная торговля, которая, конечно, тоже была, и это важно, а просто откровенно, не чукчей они там подрежали, а конкретные приходили корабли, которые били там редких животных. Новая власть посылает на крайний север своих комиссаров. Последней территорией, где был поднят красный советский флаг, стал остров Франгеля. Молодые комиссары начинают с того, что избавляются от браконьеров. Именно американских. Это фильм очень точно подмечает. Среди группы красных комиссаров особенно выделялся один, которого и принято считать прототипом главного героя. В музее Анадыря хранятся личные вещи комиссара Михаила Мандрикова. Именно ему приписывают тот самый подвиг со спасением денег революционной казны. Но, увы, на правдоподобном историческом фоне в фильме Мельникова разворачиваются события вымышленные. Так, по крайней мере, утверждают краеведы-историки. На самом деле, от исторических событий, которые здесь развернулись в 1919-1920 году в Анадыре, отличаются сильно. Здесь была группа революционного комитета. Она состояла из 13 человек. 11 из них захоронены здесь, в Анадыре, на мемориальном кладбище. Вот здесь у нас есть специальный комплекс такой. И потом уже, в 1920 году, была окончательно, после их смерти, была уже установлена окончательно советская власть. Та самая заметка в правде оказалась мыльным пузырем. Но авторов это уже не волновало. Сам по себе повод был настолько увлекательным и драматургичным, что отказываться от него было глупо. Тем более, что будущий фильм не претендовал на глубокое историческое исследование. Да и жанр, который постепенно вырисовывался, предполагал самые невероятные повороты. Работа кипела, молодые авторы были увлечены и азартны. Нам было весело, нам было смешно. Мы бесконечно придумывали повороты. Мы придумали обоих героев. Два простака. Один с капиталистическими предубеждениями, другой фантастическо-коммунистическими. И вот дуэли между этими двумя героями нам показались интересны. Не говоря уже о самом сюжете и о характерах, которые потихонечку стали для нас ясными. Говори именем революции! Не скажу. Никаким именем не скажу. Даже именем северного сияния не скажу. Помру. Не скажу. Когда приказ о производстве фильма был подписан, будущие авторы отправились в экспедицию на Чукотку. Туда, где и происходили события, о которых предполагалось рассказывать в фильме. Но оказалось, что снимать картину на краю земли совершенно немыслимо. Бюджет фильма стал бы неподъемным. Однако художник картины использовал поездку с пользой для дела. С Чукотки он привез много хлама, для того, чтобы картинка будущего фильма была как можно более достоверной. Какие-то гнилые моржовые шкуры, невероятные какие-то изделия местных жителей. Все это он сваливал в кучу и готовился увезти в Питер для того, чтобы использовать в качестве реквизита. Потому что я хотел, чтобы это все было настоящим, подлинным. Большую часть фильма снимали в Мурманской области, недалеко от Шахтерского города Кировска. На знаменитом плато Росвумчор, воспетом Юрием Висбор. На высокогорном плато дольше держался снег, а постоянные ветры создавали иллюзию арктического пространства. Туда и привезли не только собранный на Чукотке реквизит, но и собак, рабочих и даже бригаду настоящих чукчей. На нас посыпались упреки, и даже мы попали в журнал «Кроходил», который издевался над тем, что, видите ли, самолетами возят собак, вот до чего дошли наглые кинематографисты, которые таким образом бездумно расходуют государственные деньги. Сама плата Росвумчор находится достаточно высоко, а в низине тайга, и вот зимняя тайга была очень похожа вообще на лед, на лед с торосами, и поэтому, если смотреть вот так вот внимательно на эту натуре, есть ощущение того, что вот за нашим домом, за нашим местом, значит, основным съемочным местом, дальше начинается море. Эдуард Разовский родился в 1926 году. Профессор, заведующий кафедрой киноискусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Как оператор снял знаменитые фильмы «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Белое солнце пустыни», «Дон Сезар де Базан» и много других. Всего 78 картин. Эдуард Разовский освоил много профессий, начиная от грузчика и заканчивая строителем. Несколько лет назад собственную дачу построил своими руками. Оператор Разовский и режиссер Мельников «Ровесники». Для обоих картина была стартом. Оба отдавались работе над дебютами без остатка. После съемок на севере нужно было снимать на море. Причем у зрителя должно было остаться ощущение единства места действия. А значит, ландшафт должен был визуально совпадать с севером. Как ни странно, но море, которое походило на весеннюю Чукотку, нашли в зимнем Крыму под Судаком. Льдины сделали из парафина, берег засыпали опилками и солью, белой краской покрасили скалы. В то время, когда оператор в окуляре камеры видел северную стужу, актеры изнывали от жары. Была такая 30-ти градусная, по-моему, жара. И Миша Кононов и Алексей Николаевич одеты в кухлянки, значит, с голыми ногами, значит, которыми они бегали, значит, по песку, вообще обливаясь потом, значит, имитируя, значит, жуткий холод. Вообще, это, конечно, было очень смешно. А тепло? Только что, ты знаешь, их никто не едет. И от товарища Зюкина ни слуха, ни духа. К тому не может быть такой власть. Помолчите, арестованный. Я говорю, не можно. Помолчите. Разовский предложил снимать на черно-белую пленку. Хотя в те годы кино почти полностью перешло на цветное изображение. Это решение было сознательным и к экономе не имело никакого отношения. Черно-белая пленка – это всегда знак чего-то большего на экране. Знак возможности вглядеться в свою собственную душу и самим авторам, и зрителям. Они боятся цвета, что он убьет ту глубину, которую они хотят выявить в этой картине. А глубина здесь рождается только через отстранение. По большому счету, через отстранение она всегда так или иначе рождается, потому что для того, чтобы вызреть как личность, ты должен посмотреть на мир и, главное, на самого себя со стороны и в ошибках своих винить, в первую очередь, не мир, а самого себя. Именно черно-белая пленка и множество достоверных деталей в кадре создавали иллюзию того, что все события в фильме реальны и даже документальны. «Ты? Я? Интернационал!» «Вокутагин?» «Свобода! Свобода, товарищ Вокутагин! Свобода!» Очень точное попадание – это дух времени. Понимаете, люди мечтали о будущем, как изменится страна к лучшему. Понимаете, вкус потерянный сейчас. Сейчас мы не мечтаем о том, как модернизируется наша страна, какие будут новые технологии, новые справедливые порядки. Это кажется наивностью. А тогда люди этим жили, и поэтому тогда это и совершалось, несмотря на грандиозные жертвы. Вспомните, вот эти вот дирижабли, эти фабрики. В этом есть наивность и в этом есть проект. Понимаете, проект реализовывался, наивность, конечно, развеивалась. И он готов эти колоссальные средства, ну сейчас, разве можно снять такой фильм, чтобы человек вокруг света прошел и вернул государству деньги. Отчаянные авантюристы были во все времена. Есть они и сегодня. До свидания, товарищи! До скорой встречи! Светлых лошадей сразу ставьте, на траву мыть будем. Когда Евгений Матузов решил создать собственное дело, ему было почти столько же лет, сколько и герою фильма «Начальник Чукотки». Небольшой заброшенный участок земли и несколько полуживых лошадей – это все, что было на месте преуспевающего сегодня туристического комплекса с поголовьем в 70 лошадей. Тут на этом месте стоял большой-большой длинный телятник, у которого осыпались почти все стены. Вот это здание, оно было ровно по пристройку, и было просто с кирпичными стенами без крыши. А вокруг, вот так вокруг, куча навоза, просто куча навоза. И я понял одну вещь, что никогда в жизни не прощу себе, если не попробую. И подумал так, я же могу год жизни своей вычеркнуть. Могу, любой из нас может. Просто взять и вычеркнуть. Да, безнадежное дело, да, не верит никто, да, мама вот сказала так, да, друзья, ну, какой-то круг общения, сказал, да, ты что вообще-то, никого никогда не получалось. И тут захотелось просто бросить вызов судьбе. Вопрос не принципа, там, поспорил с кем-то на миллион долларов, а просто себе, внутри себя. Я ходил по навозу и говорил, когда-нибудь здесь будут гулять павлины. Все смеялись. Все смеялись через несколько лет, через пять лет. Мне подарили пару павлинов. У современного энтузиаста Евгения и начальника Чукотки Алексея Бычкова действительно много общего. Обоим пришлось довериться собственной интуиции и добиваться успеха методом проб и ошибок. Да и отношение к деньгам у обоих, как говорится, правильное. О городе мечты грезил начальник Чукотки и берег средства для воплощения своей идеи. Будем строить социализм. На ферме у Евгения тоже не прекращается строительство. Заработанные деньги он тратит на воплощение собственного грандиозного плана. У меня была цель не просто выйти на самоокупаемость или не просто запустить конный туризм. Моя задача была сделать город-сад. А это процесс, на котором никогда нельзя остановиться. Поставить точку и сказать себе, все, на этом хватит. Это процесс, я думаю, что это миссия, которую делаешь всю жизнь. В середине 60-х молодой режиссер Мельников также многим рисковал и многое вкладывал ради своей мечты. Конечно, успех картины зависел от очень многих составляющих. Но главное, зритель должен был полюбить нового героя. И желательно с первого взгляда. Долго тянулась волынка с выбором, с оттверждением. Когда я предложил Мишу Конону, когда я впервые увидел, мне показалось, что он странный, оригинальный, непохожий, простой и в то же время лукавый. Есть в нем двойственность очень симпатичная. И когда я предложил Конону, меня, конечно, немедленно с этим Кононом прогнали. Сказали, что такое, это же дурачок. Слушай, Ивановская дурачок. Ты что, комиссара, коммуниста, борца за коммунистические идеалы, ты превращаешь в какого-то кретина. Вперед, смелее, держи шаг! Тогда Мельников схитрил. Он медленно. Главного героя так и не было. Когда на ленд-фильме горел план, и картину надо было срочно запускать, Мельников объявил, что кроме Кононова так никого и не нашел. И начальство сдалось. Михаил Кононов родился в Москве в 1940 году. Самыми знаменитыми ролями в кино стали Витя Аникин в фильме «До свидания, мальчики», комиссар Бычков в «Начальнике Чукотки», Местор Петрович в «Большое перемене», Крыс в фильме «Гости из будущего». Всего сыграл более чем в 60 картинах. Михаил Кононов рано лишился матери, которая покончила с собой, несмотря на существование маленького сына. В том же году, когда Кононов сыграл начальника Чукотки, он снялся в маленькой роли Фомы у Тарковского в фильме «Андрей Рублев». Кононов считал это самым большим своим достижением в кино, однако всю жизнь кино эксплуатировало только одну его актерскую краску – обаятельного простачка. Кононов был невероятно популярен. После «Начальника Чукотки» и «Большой перемены» его славе могли позавидовать многие. Но все, кто знал Кононова, отмечали его застенчивость. Светлана Смехнова известна широкому зрителю по фильму Сергея Герасимова «Дочки матери». Она снималась с Кононовым в фильме «Таежная повесть». На съемочной площадке актеры стали друзьями. Он никогда не звездил, он никогда не выпендривался. Он стеснялся, наоборот. Когда подходили брать автографы в ресторане, люди там вот на него наваливались, он как-то вот так вот делал вот так, вот так, потом говорит, ты знаешь, Свет, мне кусок в горло не лезет, давай что-нибудь придумаем. Я говорю, ну давай, давай будем готовить номер, и почему нет? Ну мы стали готовить номер, пока мне делали сложный грим, потому что я там должна была играть в умирающую и больную девушку, а я была здоровая, румяная. Пока мне делали грим, он ходил на рынок, покупал мясо, варил суп. Может быть, от того, что режиссеры не предлагали ему неожиданных, интересных ролей, со временем Кононов перестал сниматься совсем. В пожилом человеке с потухшим взглядом было трудно узнать потешного Нестора Петровича из Большой Перемены и уж тем более энергичного комиссара Бычкова, начальника Чукотки. Какое-то время его еще звали сниматься, но Кононов отказывался от всех предложений. Они интересно стало, выросли мы, стали взрослыми. Вот бывает, да, кому-то дано до конца быть детьми-актерами, а кому-то вот дано уйти. Вот кто-то вырастает и начинает быть просто неинтересно. И все. Актерский рост Михаила Кононова начинался в счастливые времена. Тогда в театре и кино еще играло, как его потом назовут, поколение великих русских актеров. Можно сказать, что на съемках начальника Чукотки Кононову необычайно повезло. Ведь играть ему предстояло в дуэте с живой легендой того времени мхатовским актером Алексеем Грибовым, каждая роль которого становилась событием. Камертоном фильма и ключевой его фигурой является не только фигура наивного, безумноватого, смешного Кононова, но еще и фигура Грибова, то есть его врага, которого, по идее, мы должны ненавидеть. Но мы однюдь его не ненавидим, потому что перед нами совершенно нормальный такой мещанин-обыватель. Тоже, кстати, одна из ключевых фигур 60-х годов, потому что с кем бороться нужно было 60-ти? Так, в первую очередь, с мещенными обывателями. Вот Грибов играет такого человека. Миллион. Сколько? Если на доллары, то миллион. Алексей Грибов родился в 1902 году в Сокольниках, недалеко от товарной станции Московско-Казанской железной дороги. Знаменитый актер Московского художественного театра до выхода на экраны фильма «Начальник Чукотки» сыграл более чем в 30 фильмах, среди которых «Человек в футляре без вины виноваты», «Верные друзья», «Полосатый рейс», «Донская повесть». Грибов был известен во всем мире. За роль Фирса в Вишневом саде после гастролей в Париж французы называли его «Русским Жаном Габеном». Тимофей Иванович, интересно, а почем подъемные краны в Америке? Господи, прости, не покупал. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. А мрамор почем, Тимофей Иванович? Господи, вразуми работо у Алексея. Дурак он, дурак. Краны ему в лодочку теперь, да и айда. А в Америке, к примеру, в Сан-Франциске, да с миллионами, да с храмом, а? А, Господи. За персонажем Грибова встают живые человеческие ценности какие-то. Желание не просто выжить, а сохранить в этом пространстве какие-то нормы человеческого общежития. Уют, спокойствие. А здесь приходит какой-то полупридурок, который все это разрушает. И разрушает для Грибова совершенно непонятно зачем. Вы мне лучше деньги обратно отдайте. Куда вы их при советской власти денете-то? Нету такой власти. И не может ее быть. Аминь. Мельников сразу хотел снимать Грибова. С точки зрения утверждения на роль, со стороны начальства никаких преград быть не могло. Посложной список актеров в те годы был убойным. Одно то, что Грибов на сцене МХАТа многие годы играл роль Ленина, делало его проходным на любую картину. Однако опасения у Мельникова все же были. А согласится ли сам Грибов? Ведь тот нечасто снимался в кино, и на то у него были свои причины. Долгие годы Грибов был одним из ведущих актеров МХАТа. Великий Качалов называл его своим лучшим учеником. Грибов был занят во многих спектаклях, и театр считал главным делом своей жизни. Съемки, как известно, запряжены с экспедициями. А я не мог. И не имел права надолго оставлять театр. К удивлению Мельникова, Грибов дал согласие. Несмотря на то, что с его переездами из Москвы в Мурманскую область к месту съемок, были большие проблемы. Мельников называл это операция Грибов. Ему было уже лет 67, уже к 70. Он должен был. Вот, допустим, у него раз в неделю у него совершался такой поход к нам на съемочную площадку. Значит, для этого он после спектакля во Мхате садился в Красную Стрелу. Его везли в Питер. Перевозили в аэропорт, где уже самолет. Знал, там знали уже, что нужно ожидать Грибова. С некоторым запозданием вылетал из аэропорта. Самолет был такой, Ли-2, по-моему, и Лил-14 из таких стареньких самолетов того времени. И на этом самолете часа 4 он болтался в воздухе и летел в Хибины и дальше к нам на это плато Росвумчур. А потом, после этого, им нужно было еще ехать на съемочную площадку и начинать работу. Воспоминаниями о Грибове сегодня могут поделиться единицы. Например, актриса Кира Головко, которая играла с великим актером на сцене Мхата. Сейчас Кире Головко 91 год. Грибов иногда позволял себе выпить и бывал, очевидно, резок. Знаете, мне как-то повезло. Ну, никогда он меня ни чем не обидел. Но Качалова, помню, что писалось большое объявление по болезни Василия Ивановича. Там спектакль отменяется. Тут выпивал. И не мог играть. Ну, красавец. А Грибов, по-моему, в этом деле немножко он, может быть, и играл. Баба. Он вообще очень порядочным человеком был, Алексей Николаевич. Он три раза женился, и всех трех жен он продолжал содержать, уже разойдясь с ними. И вот размерами к одной из жен я подходила, и он меня вызывал, вызывал. Кирка, приезжай туда-то, там, в Болгарии, померись шубу на мою. Играть с ним было нелегко. Он не терпел, когда рядом халтурили или просто не дотягивали. Первое время икона нам удоставалась. Но как это было сегодня, можно только догадываться. Кира Головко играла с Грибовым в «Трех сестрах» и тоже тряслась от страха. И первое время он прямо был... Не то играешь первый монолог, у Ольги, она, значит, выходит и разговаривает о погоде, о том, о сём. О, боже, какая была мука. Я чувствую, что у меня от ужаса пот холодный выступает. Но он первое время, он прямо резко мне делал замечания, замечания, замечания. Потом как-то умолк. Но я не думаю, что он был доволен моим. Он просто свыкся как-то. Ну, слушайте внимательно. Какие-то гидки. Начальник. Инканерим. Армактыкил гидки. Это таргон. Армактыкил гидки. Есть у них собаки. Прячут нехнистей. Невозможно проверить, но поговаривают, что первый анекдот про Чукчу сочинил именно острый на язык грибов. И с его лёгкой руки эти анекдоты стали так популярны. Не надо, середитый начальник. Жена. Твоя жена? Нет, твоя жена. Мясо варить будет, петь будет. Камляквы. Однако не в кино, а в реальной жизни проблема, связанная с адаптацией коренных жителей Чукотки, была очень серьёзной и к анекдотам не имела никакого отношения. Знаете, инопланетяне высаживаются в Киевскую Русь, чтобы сделать современный какой-то образ жизни. Это крайне сложный конфликт. И начальник Чукотки отчасти это показывает. Огонь! Нет. Что? А ну-ка. Воржа стрелять можно. Ну и что? Капанамель-то марек. Верпу можно. Ну и что? Человеку стрелять нельзя. Не человека, это не человека, белые. Чукчи якобы стрелять не могут. Это, конечно, неправда. Чукчи стреляли по людям и якуты, и венки. И я вам могу сказать, в частности, что есть даже книга, посвящённая более раннему периоду, она называется «Военное дело Чукчей». Они в 18 веке были грозными воинами. Конечно, в случае чего могли выстрелиться в человека. Многие фразы в фильме звучат на чукотском языке. Только спустя время Мельников узнал, что чукчи, которые играли сами себя, в сцене, где они конфликтули с Грибовым, добавили совершенно нецензурные выражения и слова. Что это? Ты что? Ты что? Бум! 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 Товарищи, товарищи! Товарищи Чукчи! Только без самосуда, товарищи! Без самосуда только! Есть в фильме и ещё одна точная подробность, которая была в жизни. На Чукотке пьют много. Так что начальнику Чукотки приходилось учитывать и эту особенность местного населения. Впрочем, комиссар Бычков справился и с этой проблемой. Строительство коммунизма увлекает его, и он не боится никаких преград. И рельсы, и уголь. А раз железная дорога, значит, заводы возводить можно? Чтоб был свой чукотский пролетариат. Дорога будет, песец не будет, за что пошины будем брать? Обдумать можно! Исторические условия созрели, сезон кончается. Заказывай так сейчас! Он вначале за хорошее, за народное дело, но за своих, за Чукчей, за свой вот этот регион, он ещё такой князёк. А в конце жизнь ему показывает, что дело-то мировое, или, во всяком случае, для всего этого пространства советского, и деньги, которые достались, их же не украли в итоге, беспризорники, они вернулись. Деньги, которые достались в Питере, той же стране, они послужат и Чукотке, и Азии, и Москве, и Питеру. И он едет с этим самым ощущением, что да, конечно, хотелось там, но там тоже будет. Ну и, в общем, там тоже стало. В 30-м году Чукотка стала автономной, и там действительно шли программы модернизации, особенно в послевоенный период. Ну, действительно, это стало урбанизированное место. Вот Анадырь как-то развилась. Положим, у тебя есть миллион. И на этот миллион ты у себя в деревне можешь построить полный социализм. С банем, электричеством и даже с планетарием. Построил бы? Что ты спрашиваешь? Тебе говорят нет. Надо там всякие станки купить, гвозди, лекарства для другой деревни. А кто говорит? Неважно. Я, скажем, говорю. Ты? Я. А миллион мой? Твой. Ну, тогда как-то хочу, так и сделаю. Так, значит, у тебя социализм, а по Волжи пусть помирают? Какая же твоя комсомольская революционная сознательность? Да ты знаешь, ты кто? Чего ты ко мне пришел? Сам спрашивает, сам орет. Как показала история Сталинского СССР, судьба комиссара Бычкова могла сложиться трагически. Уж очень он честен, энергичен и инициативен. В 30-х Бычков вполне мог стать жертвой доноса и закончить жизнь в лагерях. Однако возможен и оптимистичный сценарий его дальнейшей судьбы. Комиссар мог возглавить крупную стройку или действительно стать градоначальником. Если взять меня сейчас, я думаю, что из меня получилось то, что получилось бы из начальника Чукотки в итоге, если бы фильм продолжался, если бы сняли вторую или третью серию. Потому что все, как это начиналось, это очень-очень похоже. Уехать из Москвы неизвестно куда, туда, где нет цивилизации, туда, где спишь на земле и если... А, и вокруг мороз, конечно, потому что все это было зимой, мы жили здесь зимой в старой конюшне. Евгений Матузов говорит, что главное для него не зарабатывать деньги, а вкладывать душу в любимое дело. Поэтому он не жалеет сил на организацию комных праздников и представлений. О своих планах предпочитает не говорить заранее, но в одном уверен точно. Все задуманное осуществить можно. Товарищ Чукча, дома скоро? В комедии Мельникова есть тот же посыл. Но снимая фильм в середине 60-х, режиссер невольно вкладывал в свою веселую картину не только веселые смыслы. Утопия ведь, в принципе, она всегда приводит только к крови, к баракам и к разрушению. Любая утопия и даже, по большому счету, любая романтика. Особенность эта романтика и утопия связаны. Вот такой вот романтик и утопист Кононов. К разрушению ли он привел? Нет. Этого шестидесятники не хотели, и до этого они не стали доводить свою картину, и им не хотелось до этого додумываться вообще. Оно ни к чему не приводит. Вот что интересно. Оно ни к чему не приводит. В некоторой степени ледяная пустыня Чукотки – это ледяная пустыня, в которую они должны будут вступить в 70-е годы, и которая уже стала частью пустыни их сознания, потому что они прекрасно понимают, что старые ценности уже не работают, в том числе и их мифы, которые они поклонялись. А что будет впереди, совершенно непонятно. Остается играть, остается иронизировать и ждать, что же случится. Фильм, на удивление, просто прошел цензурные правки. Неожиданным оказалось то, что первая претензия цензоров была к фамилии одного из авторов сценария. У Витии Рабиновича, фамилия Рабинович, и когда дело дошло, что нужно изготавливать и титры картины, дирекция картины озаботилась. Как же так? Юбилейный фильм на важную тему, и сам сюжет у вас анекдотический. Да еще один из авторов сценария Рабинович, опять-таки чуть ли не герой какой-нибудь анекдота. И посоветовали, ну как у нас бывает, посоветовали Витю, что возник псевдоним. Таким образом он стал Викторовым. Но эта история, это абсолютно связано с тем временами. Это даже не казалось особо чудовищным. Вторая и последняя правка коснулась персонажа, которого в фильме должен был сыграть артист Алексей Петренко. Это могла бы быть его первая роль в кино. Но, к сожалению, вмешался случай, которого ни Мельников, ни Петренко предусмотреть не могли. В одном из важных партийных кабинетов потребовали убрать такую сцену. Герой Кононова после ограбления идет по ночному Петрограду. Вдруг перед ним возникает бандит, роль которого и играл Петренко. Кошелек или жизнь, говорит бандит. На что комиссар отвечает, уже. Вот и выходило, что ограбила героического комиссара сама советская власть. Придя на премьеру, Петренко не подозревал, что его сцены в фильме уже нет. Это для него была первая картина. Молодой артист еще наш, Ленцоветовский. И он пригласил почти всех своих товарищей по театру. Там сидел Владимиров. То есть, короче говоря, он упивался будущей славой. И вот настала премьера. А эпизод почти в конце фильма. Идет фильм, сцена за сценой, а Петренко нет. Все его товарищи с интересом ждут, что будет дальше. Картина не подберется к концу, а Петренко нет. Наконец, надпись, финал, конец, а Петренко так и нет. Он был совершенно потрясен, просто раздавлен этим обстоятельством. Долгие годы актер таил обиду на режиссера. Но когда Мельников пригласил его в свой фильм «Женитьба», Петренко признался, что если бы начальник Чукотки не получился таким великолепным, он бы расстроился меньше. Фильм действительно пользовался бешеной популярностью. За первый год проката его посмотрело 16 миллионов человек. А когда начальника Чукотки стали несколько раз в год показывать по телевидению, в стране не было никого, кто бы не видел приключений честного комиссара. Самое удивительное было в том, что в разгар Холодной войны начальник Чукотки стал единственным советским фильмом, который купили американцы для проката в Америке. Но сказать, что фильм понравился всем нельзя. Не все были готовы к тому, что сюжет из революционной эпохи может быть комедией. Революционеры, во-первых, писали, что это оскорбление всего святого, революционного, чем мы гордимся, а тут просто-таки анекдот. Потом были какие-то идиотские письма. Из какого-то научно-исследовательского института, например, было письмо, но написано в ЦИК, а не куда-нибудь. О том, а если вы помните, в картине там есть такая сцена, там есть петух, который единственная отмеряет часы. Сложным научным языком, с цитатами было изложено, что петухов и вообще кур в то время на Чукотке не было и быть не могло. Нигде в исторических исследованиях, нигде не указано о том, что в то время чукчи пользовались курами как домашним, значит... То есть это было очень смешно, глупо, но тем не менее, вот и такие были письма. Как бы там ни было, начальник Чукотки открыл новую страницу в советском кино, доказав скептикам, что с улыбкой можно говорить об очень серьезном. Особенно, если эта улыбка добрая. Товарищи, здесь карают государственных преступников. Здесь, здесь. Проходи, мальчик. Российский зритель вообще очень любит, когда в серьезном произведении есть элементы нашего такого немножко раздолбайского юмора. И по большому счету, главное для нашего зрителя не сюжет, а именно как раз вот эти вот нестреляющие ружья, которые создают воздух вокруг картины. Забавные сценки, отдельные интересные персонажи какие-то занятные, отдельные забавные реплики, именно на этом будет выстроен успех фильма, который изначально снимался, как и задуман был, как совершенно нормальный истер, как совершенно нормальный привлеченческий фильм, а в итоге проводился в комедию. Это белый сон с пустыни, который появится через два года. Едешь-то откуда? С Чукотки. А куда? На Чукотку. Это почему? Потому. Потому что земля круглая. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ